друзья приветствую вас в наступившем 2022 году поздравляю вас с тем что мы вошли в новый год и желаю чтобы этот год был одним из лучших годов в вашей жизни этот год я решил начать с записи серии обучающих видео уроков при помощи которых мы сможем улучшить качество игры на гитаре это будет я думаю 5 или 6 видео уроков может чуть чуть побольше на каждом занятии видео занятий таком мы будем с вами брать одно небольшую композицию или при люди или этюд которые направлены на развитие разных навыков игры на гитаре я постараюсь чтобы это были не сильно сложные мелодии и будем работать над ними для того чтобы повысить качество нашей игры на гитаре сегодняшнее видео я хочу посвятить при люди каркасе это при люди написано в тональности ми минор и и давайте разочек ее сыграю а потом расскажу на какие моменты мы с вами обратим внимание подробненько на них остановимся дальше уже будете самостоятельно работать над этой композицией вот такая вот небольшая коротенькая прелюдия теперь давайте мы переключимся с вами на режиме демонстрации экрана для того чтобы вам было видно что происходит у меня на экране и как играть эту прелюдию мы остановимся с вами на 5 моментах мы поговорим об аппликатуре потому что в этой прелюдии ми минор не совсем стандартное арпеджио также мы поговорим о размере как в данном случае считать эту прелюдию поговорим об акцентах каким образом выделять немножечко скрытую мелодическую линию для того чтобы это при люди не звучало слишком скучно и банально поговорим о динамических акцентах и немножечко темпе начнем с аппликатуры аппликатура у нас указано здесь в виде букв и в виде цифр которые иногда тоже у нас мелькают буквами мы обозначаем пальцы правой руки буква п обозначать большой палец правой руки вот этот вот и это индекс указательный пальчик м мидал это средний палец у нас а аннулары это безымянный мизинчик у нас не играет поэтому о нем мы не говорим получается что ноты которые у нас указаны вот этими буквами нужно щипать соответствующими пальцами если вы играете по табулаторе мы просто относим указание из нотного стана к нотам которые у нас в табах находится вот п значит мы эту ноточку играем большим пальцем третья сторона указательным пальчиком ну и так далее здесь ничего сверх сложного нет дальше цифрами вот нашем случае 4 тут 2 1 3 у нас указываются пальцы левой руки так как у нас большой палец скрыт за грифом то есть мы не используем его практически у нас получается счет начинается с указательным пальцем это первый палец 2 3 и мизинчик это четвертый палец вот как раз таки мы смотрим что данную ноту мы играем четвертым пальцем третий лад 4 пальцем то есть мизинцем зажимаем соответственно когда у нас двоечка мы зажимаем вторым пальцем единичка указательным 3 цифра 3 3 пальчик получается на втором ладу мы зажимаем безымян значит то что касается аппликатуры я бы рекомендовал вам просто по открытым струнам взять вот этот вот фрагмент я сейчас его выделю в квадрат чтобы было понятно о чем мы говорим вот об этом фрагменте мы его берем потому что здесь все открытые струны и просто правой рукой поиграть по струнам щипаем шестую струну потом третью вторую первую потом снова третью и вторую и вот так поиграть неоднократно раз пять десять двадцать чтобы уверенно получалось это арпеджио когда вы потренируетесь это арпеджио уже может будете слышать что можете его играть достаточно уверенно потом можно уже подключать и левую руку начинаем мы с того что добавляем мизинчик на третий лад заранее и играем шестая струна третья вторая снова вот уже о которой мы говорили вот это первая струна снова отметил что мизинчиком и играем потом снова третья также как и здесь вот была и вторая все у нас арпеджио закончилось дальше мы правой рукой повторяем этот же самый рисунок только уже мизинчик убираем у нас здесь должен быть ноль нотами и получается первый так мы играем второй такт соответственно можно заранее выставить аппликатуру на третьей стороне 2 ла вторым пальчиком вторая сторона 1 ла первым пальчиком и первая сторона 2 ла третьим пальчиком играем точно такой же рисунок давайте я покажу так чтобы табулатура была видна вот дальше двигаемся точно такой же рисунок как и в предыдущем такте один в один мы с вами играем здесь потом выставляем следующую аппликатору безымянный палец на фа диез на четвертой стороне 4 лад указательный палец на 2 лад на 3 струны и мизинчик на 4 лад на 2 струны и потом по открытым сторонам играем добавляем 2 лад на 4 струне дальше указательным пальцем мы играем на 1 ладу на 3 струне и заранее готовим 2 палец средний на 1 лад 1 струны и начинаем с 4 стороны играть так как у нас постоянно единичка повторяется первый палец с третьей стороны можно не снимать мы просто убираем вот здесь вот первый лад освобождаем чтобы на сторону открытая была играем пятый такт следующий такт уже понятно каким образом мы играем в аппликаторе все ясно тут 2 1 но разумеется 3 лад уже никаким иначе как третьим пальчиком можно конечно четвертым но я рекомендую третьим сыграть потом с открытой стороны мы переносим отсюда пальчик вот сюда на ноту фа диез дальше указательным пальчиком левой руки играем 2 лад на 5 струне потом добавляем продолжаем выдержать добавляем средний безымянный и потом средний палец ставим на 2 лад на на 2 лад на 4 струне и заканчиваем на 6 струне вот это обозначение рит и нота сокращение рит означает что здесь нам нужно будет в конце замедлиться то есть мы играем вот если брать сначала этой строчки давайте немножко так подниму чтобы была вся строчка вот отсюда играем и последний такт но я утрирую немножечко но суть понятна потому что все зависит от темпы чем быстрее вы будете играть тем как бы и замедление будет не таким явным а чем медленнее тем более явным можно замедлиться хорошо теперь мы поговорили о том каким пальцами играть эту прелюдию следующий момент это размер 6 восьмых означает что нам нам нужно вместить в один такт 6 восьмых нот мы сейчас не будем вдаваться в сольфейджио прям рассказывать разницы между 16 восьмыми там четвертями я думаю что этого можно посвятить отдельную тему если вы знаете то замечательно сейчас я просто вслух посчитаю первую строчку для того чтобы было понятно как нам нужно играть главное чтобы у вас равномерно размещались 6 долей в одном такте то есть мы считаем на одну долю две шестнадцатых ноты 16 паузой и это . потом еще две ноты еще две ноты и у нас получится 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ну и дальше тоже будет 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 и так далее обратили внимание что у нас равномерно повторяются 6 долей давайте я укажу давайте я укажу где у нас по счету эти доли попадают вот мы считаем здесь раз эти две ноточки попадают на первую долю дальше 2 эти две ноточки 3 4 5 6 и так далее если мы разделим каждый такт на равномерно на одинаковое количество поторопился количество нот у нас получится две ноточки это первая доля еще 2 ноточка 2 доля 3 доля 4 доля 5 доля 6 доля вот они наши 6 8 это к чему что нам все ноточки нужно играть по счету равномерно но не по силе щипков по силе щипков у нас будут превалировать с вами вот эти вот нотки бас и этот бас и так как самые высокие ноточки у нас на первой струне они своеобразную такую мелодию идут что вот эти ноты нам тоже нужно будет сыграть чуть чуть поярче поярче самые высокие ноты на первой струне соответственно в табулаторе вот эти ноточки вот эту эту нужно будет подчеркнуть эту поярче сыграть вот эту поярче сыграть но и басы они за счет просто мощи они тоже явно звучат так потому что попадают на сильную относительно сильную долю и так далее когда мы все это аккуратненько вплетаем в канву всей мелодии у нас достаточно интересно получается мотив давайте все эти коляки сотру немножечко мы уменьшим размер листочка я надеюсь что вам видно хотя бы приблизительно хотя бы приблизительно но давайте я сыграю и обратите внимание как у нас будут эти ноточки самые верхние звучать поярче немножечко даже подсвечу желтым цветом вот вот эти нотки мы будем наравне с басами играть поярче но и так далее самая верхняя нота в каждом арпеджио дальше уже продолжать не буду потому что тенденция понятна услышали да что за счет этих нот если мы их не будем выделять у нас будет просто банальная арпеджио думаю невзрачная очень равномерная тусклая а когда мы чуть-чуть выделяем эти ноточки которые подсветили сейчас желтым цветом то на слух воспринимается это прелюдия еще интереснее это то что касается акцентов теперь некоторые моменты еще с динамикой отмечу посмотрите у нас внутри самих вот этих нот присутствует определенная градация вот эта троечка она по слуху звучит выше чем вот этот нолик то есть мы их считаем с одной силой но по звуку понятно что это но . она выше звучит чем эта нота соответственно вот эта но . эта нота они звучат на одинаковом уровне громкости дальше двигаемся на следующую строчку вот эта но . звучит погромче чем эта нота потому что фа диез видите визуально даже располагается выше чем рэ диез вот эти ноты ми две звучат одинаково это фа повыше ми пониже ну и так далее к чему это говорю если будем еще дополнительно интегрировать динамику то есть следить за силой щипков пальцев правой руки тогда внутри самих акцентов вот эту ноту нужно играть чуть-чуть погромче чем вот эту ноту чем ми а вот эту фа диез чуть-чуть погромче чем ми но потише чем соль вот у нас получится следующая строчка не знаю передает ли микрофон вот эти все нюансы потом эту но . чуть-чуть потише и соответственно дальше немножечко погромче здесь еще громче потом тише также оставляем чуть-чуть громче потому что вот эта но . громче чем вот здесь вот эта грот но так погромче чуть-чуть чем эта нота ну и дальше вот это тише это громче и снова тише и у нас получится погромче и в тишину уходим и замедляемся теперь еще один нюанс связанный с темпом рекомендую начинать эту прелюдию учить в очень спокойном равномерном таком уравновешенном темпе для того чтобы успеть отследить все нюансы о которых мы с вами говорили связанными с аппликатурой рассмотреть какими пальчиками мы играем связанных с размером чтобы равномерно у нас все ноты распределялись по долям обращать внимание на акценты чтобы мелодия погромче у нас своеобразно этот мелодия звучала обращать внимание на динамические акценты смотреть какая нота выше какая ниже и по темпу не торопясь играем и потихонечку потихонечку увеличиваем скорость для того чтобы это мелодия как будто ручьёк так тут ровненько ровненько звучал потому что если играть очень медленно тогда у нас мелодия не прослеживается просто мы перебираем струны одно за другой вот а чуть-чуть даем темпа уже прорезается мотив вот такие вот моменты я хотел отметить связанными с этой прелюдией желаю вам с пользой и с интересом провести время разобрать эту композицию табулатура и ноты будут разумеется по ссылочке под этим видео на этом я с вами прощаюсь желаю всего самого наилучшего репетируйте получайте удовольствие всех до свидания